По мнению ООН, наступившее десятилетие, то есть период начиная с 2020 года по 2030, станет решающим для человечества. И это без преувеличения, ведь в ООН говорят, что человечество за ближайшие 10 лет либо вымрет, либо наоборот, мы попадем в новый дивный мир, который получится создать, если четко следовать всем планам и предписаниям организации объединенных наций. Планета вступила в шестую эру массового вымирания. Все, что вы говорите или делаете, будет фиксироваться. Человечество объединено в действительно глобальную сеть, состоящую не только из компьютеров, но и из самих людей. Каждому будет присвоен собственный IP-адрес или иная константа посредством вшитого наночипа, открывающего доступ в глобальную сеть каждому винтику, будь то машина или человек. Об этом и будет это видео. И если вы досмотрите его внимательно до самого конца, то вы будете, мягко говоря, очень шокированы. 10 лет на вымирание. Планете нужна передышка от действий людей. Организация объединенных наций сообщила, что планета вступила в шестую эру массового вымирания. К 2030 году необходимо уменьшить загрязнение атмосферы как минимум вдвое, чтобы спасти ту дикую природу, которая еще осталась. ООН 30 января опубликовала проект Конвенции о биологическом разнообразии, в котором намечен план борьбы с кризисом в области биообразования на ближайшее десятилетие. Подобная стратегия уже была озвучена в прошлом десятилетии, цели и задачи были определены в 2010 году, но к 2020 году большую часть из них достичь так и не удалось. В ООН отметили, что мир столкнулся с беспрецедентными темпами исчезновения различных видов флоры и фауны, что может обернуться исчезновением целых экосистем и серьезными последствиями для выживания человечества как вида. Эти жуткие кадры лесного пожара сняты в Астраханской области. Здесь летом выгорела значительная часть национального биосферного заповедника. Звери и птицы горели заживо. Причина все то же отсутствие воды. Волга уже не великая русская река. Это обмеление рек в европейской части России, обмеление Волги, причем на всем протяжении неизвестно, что делать. Гидроэнергетики воду держат. Возникает вопрос, как ее расходовать, спускать или не спускать водохранилища, как мы пройдем зимний пик потребления электрической энергии. Но причина, конечно же, в том, что всем воды не хватит. По прогнозам ученых, к 2030 году количество воды в реках Европы уменьшится почти вдвое. Катастрофические засухи будут в Италии, Испании, Португалии, Андорре, Франции и на всем Балканском полуострове. Питьевой воды уже сегодня не хватает в Индии и Китае. Африканские пустыни разрастаются на 100 километров в год. Совсем скоро смертельная жажда настигнет 250 миллионов человек. Планета меняется. Австралийские пожары скажутся на всей планете. Донесется и до России. Наводнений станет больше. Ледники Гренландии тают с большой скоростью. Вымирание грозит почти миллиону видов животных и растений. Жаркий сухой воздух завис над Сибирью. Результатом стали невиданные пожары. Эти апокалиптические кадры сняты на озере Байкал. Среди солнечного дня на корабле приходится включать свет. Дым превращает день в ночь. По берегам алая зарева огня. По данным космического мониторинга, в Иркутской области и Бурятии за июль-август 2015 года сгорело до полутора миллионов гектаров земель. Это в тысячу раз больше площади Москвы. Видимый на космических снимках шлейф дыма от горящих вокруг Байкала лесов вытянулся на тысячу километров и достиг Енисея. По данным ООН, уже сегодня число климатических беженцев увеличивается на 40 миллионов человек в год. Биоразнообразие и предоставляемые им преимущества имеют основополагающее значение для благосостояния людей и здоровья планеты. Несмотря на продолжающиеся усилия, биоразнообразие во всем мире ухудшается и, по прогнозам, будет продолжаться или ухудшаться в текущих условиях, сказано в документе. В конвенции предложены конкретные меры для стабилизации хрупкого биоразнообразия к 2030 году. Это позволит к 2050 году более-менее восстановиться многим экосистемам. Специалисты отметили, что следование плану позволит окончательно понять, каково это – жить в гармонии с природой. Но требуется предпринять срочные меры, как на глобальном, так и на местном уровнях. Сначала уровень Мирового океана поднимется на полтора метра. Этого хватит, чтобы затопить Санкт-Петербург, полуостров Ямал, часть Северной Германии и Голландии. Если представить, что Гренландия и Антарктида растают, то мы получим порядка плюс 50 метров повышения уровня Мирового океана. 18 сентября 2015 года некоторые западные СМИ опубликовали заявление о грядущем сильном землетрясении. Президент Ассоциации сейсмологов Гарвардского университета Дэвид Шварц предупреждает. Территорию Северной Америки ожидают толчки силой в 9,2 балла по шкале Рихтера. Именно такое произошло на дне Индийского океана. Прогноз, обещавший катастрофу на 24-26 сентября, не сбылся. Но это лишь небольшая отсрочка. Американский журналист Бенджамин Фулфорд уверен, «Все крупнейшие катастрофы на планете, начиная с 1990-х годов, созданы искусственно с помощью установки ХАРП». Это видео было снято в Китае за 30 минут до землетрясения. Более того, тайванский спутник определил 50-процентное снижение количества электрической энергии в ионосфере над зоной землетрясения, что показывает, что это могло бы быть воздействие ХАРП. Всего сформулировано 20 целей на ближайшие 10 лет. Одно из них является присвоение важным участкам статуса охраняемых территорий. Такой статус предлагается присвоить как минимум третий морских и сухопутных районов. 10% из них назначить строго охраняемыми. Другой целью определили сокращение количества пластиковых отходов, загрязнение биоцидами и избыточными удобрениями как минимум в половину. Также в документе предлагается усилить меры по контролю торговли дикими животными. Ряд целей направлен на улучшение качества жизни людей. Например, обеспечение доступа к чистой воде и совершенствование продовольственной безопасности наиболее уязвимых общин. Проект плана будет озвучен, доработан и принят на саммите по биообразованию в китайском Хуньмине. Мероприятие намечено на октябрь. Ученые подсчитали, что Земле грозит уже шестое в истории планеты массовое вымирание видов. Но это первое, которое вызвано деятельностью людей. Метеоролог Скотт Стивенс собрал целую коллекцию странных облаков по всему миру, которые стали появляться в последнее время. До этого ученые ничего подобного не видели. Облака похожи то на бурное море, то на поверхность Земли. Из них торчат клубящиеся рога, вид пугающий. А вот тучи мрачные до жути. Там, где они появлялись, люди ждали ураганов. Однако ничего такого не было. В Австралии местные жители стали свидетелями огромного облака по форме похожего на волну. Ученые предложили называть загадочные облака Аспиратус. Облака Аспиратус стали часто появляться с начала 21 века. А впервые их зафиксировали в 50-х годах прошлого столетия. И хотя прошло уже более полувека, ученые не определились, как именно формируются волнисто-бугристые облака. Не исключено, что их появление непосредственно связано с установкой ХАРП и экспериментами с климатом, считает наш эксперт. Возможно, и система ХАРП, которая находится на Аляске, и две таких же установки сейчас построены, одна в Норвегии, другая в Гренландии, также позволяют определенным образом контролировать вот эти вот космические системы. Возможно, передавать им некую энергию с помощью технологии Тесла для того, чтобы производить воздействие на поверхность Земли. Потому что, сами понимаете, там огромные аккумуляторы мы не можем отправить в космос. А с помощью вот беспроводной передачи энергии, в общем-то, эти платформы могут получать такую энергию, достаточную для воздействия именно на поверхность Земли. Глобальное потепление и увеличение кислотности океанов грозит уничтожить коралловые рифы. Происходит разрушение популяций амфибий. Слоны в дикой природе могут полностью исчезнуть уже через одно поколение. На грани исчезновения на планете на данный момент около 8 миллионов видов. По данным ООН, глобальное темпо исчезновения видов как минимум в десятки сотен раз выше, чем в среднем за последние 10 миллионов лет. С доиндустриальных времен человечеством было изменено 75% суши и 66% морской поверхности. За последние два с половиной столетия навсегда исчезло около 600 видов растений. Без вмешательства человека этот процесс происходил бы в 500 раз медленнее, заявляют в ООН. Ресурсы планеты истощаются, население растет. В ООН убеждены, что сокращение биологического разнообразия планеты несет угрозу сельскому хозяйству. Окончание демографического бума в ближайшее время не ожидается. И если реализовать план ООН не удастся, то уже к 2030 году население Земли увеличится до 8 миллиардов 600 миллионов человек. Что может привести к настоящему концу света, говорят в ООН. Но с другой стороны, если у ООН все получится, то те, кто останутся в живых, будут жить в новом дивном мире. Итак, сейчас вы видели и слышали негативный сценарий, который прогнозирует ООН, если все пойдет не лучшим образом. Сейчас я представлю вам очень важную информацию, а затем будет показан позитивный сценарий. То есть тот самый новый дивный мир, в который мы попадем, если нам все-таки удастся выжить до 2030 года. Но прежде чем представить вам эту важнейшую информацию, я хочу обратиться прежде всего к тем людям, которые сейчас по определенным причинам в наши тяжелые времена оказались без работы, без средств к существованию, понятно из-за чего. Во-первых, пандемия очень сильно ударила, в основном по малому и среднему бизнесу. Это провоцирует с собой уже начавшийся экономический кризис, который медленно, но верно начинается. И в связи с этим в мире очень многие люди остались без работы, либо очень сильно потеряли свои доходы, то есть их доходы очень сильно снизились. В первую очередь я говорю, конечно же, у граждан как Беларуси, так и Украины, так и России. Почему я об этом говорю? Я об этом говорю, потому что я могу помочь вам с поиском работы в такой достойной европейской стране, как Польша, в стране, которая считается одной из самых динамично развивающихся стран Евросоюза. Здесь множество есть работ на любой цвет и вкус, как для разнорабочих, так и для специалистов. Здесь достойнейшие зарплаты, которые с каждым годом только растут. Мы со своей стороны предоставляем очень хорошие условия проживания и труда, конечно же, соответственно, как польское агентство по трудоустройству. Также помогаем с оформлением всех надлежащих документов, которые вам будут необходимы для того, чтобы приехать в Польшу абсолютно легально здесь трудоустроиться и проживать здесь в дальнейшем. Кто захочет, помогаем переехать сюда на постоянно. Со списками всех актуальных работ, которые мы предоставляем, вы можете ознакомиться, пройдя по ссылочкам, которые как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. Проходите там по ссылочке на наш сайт, там будут все актуальные работы. И, конечно же, обращайтесь по номерам к нашим рекрутерам, то есть специалистам по трудоустройству. Их номера также, как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. Это было небольшое отступление, а сейчас идем дальше. 2030 год. Что принесет нам ближайшее будущее? Катастрофу? Или все-таки будем жить? Разрыв между предсказаниями фантастов, ученых-футурологов, технических пророков разного толка, все сокращается год от года. Уже никого не удивишь ни полетами в космос, ни роботами, ни жидкими ЖК-дисплеями. Так что же нас ждет в 2030 году, если все пойдет по сценарию ООН? Представляю вашему вниманию устредненные попытки предсказать, что ожидает нас в году эдак 2030. 1. Все, что вы говорите или делаете, будет фиксироваться. Человечество объединено в действительно глобальную сеть, состоящую не только из компьютеров, но и из самих людей. Каждому будет присвоен собственный IP-адрес или иная константа посредством вшитого наночипа, открывающего доступ в глобальную сеть каждому винтику, будь то машина или человек. Можно будет фиксировать каждый свой шаг и через некоторое время воспроизводить в случае необходимости. 2. Автомобили, какими мы их знаем, пропадут с наших дорог. Собственно говоря, могут исчезнуть с леса Земли сами дороги, оставляя место только для воздушного транспорта. 3. Генетически модифицированные организмы повсюду. Генетически модифицированные организмы будут появляться повсюду, несмотря на попытки многих ученых и простых людей остановить этот процесс. В настоящее время развитие генной инженерии не остановишь ничем, разве что вспыхнет ядерная война, не дай бог. Либо на Землю упадет астероид, пастущим три раза по дереву. Биофермы с генетически модифицированными растениями и животными будут давать в десятки и сотни раз больше продуктов, чем это происходит сейчас. 4. Не будет офисных работников. В офисах людей заменят роботы, а сами люди будут выполнять лишь вспомогательные работы или останутся вообще без работы. Перестанет быть анекдотичной должность главного по степлеру или управляющего швабрами. 5. Усилится влияние религии на жизнь человека. В полностью техногенном, кибернетизированном социуме роль религии усилится во много раз. Во-первых, человеку нужно во что-то верить. Во-вторых, способы проповедничества постоянно совершенствуются и усиливаются технологиями. 6. Не будет законов. Скорее всего, уже не будет законодательства, локализированного по странам и регионам. Кибернетическая юридическая система будет распоряжаться жизнью и смертью преступников, проживающих как на Аляске, так и в спецлагерях посреди Австралии. 7. Профессии и специальности будут обновляться чуть ли не каждый день. Все большую потребность в дополнительных тренингах и обучении мы чувствуем уже сегодня. В будущем переквалификация и дополнительное обучение перестанут быть нововведениями. 8. Наука об улучшении человеческой расы. Генетическое усовершенствование человеческого организма скорее всего займет положенное ему место в системе наук, несмотря на нынешний запрет Евгеники науки об улучшении человеческой расы. 9. Урбанизация достигнет 60% к 2030 году. Подавляющая часть населения будет проживать в мегаполисах и крупных населенных пунктах. В пригородах же и небольших селениях будет проживать ограниченное количество фермеров, занимающихся сельским хозяйством при помощи роботов и автоматизированных систем управления. 10. Электрификация нашей планеты возрастет на 83%. Электричество проникнет в самые недоступные уголки земного шара. Естественно, увеличится и потребление электрической энергии. Однако, к тому времени, альтернативные источники энергии займут достойное место. Конечно, все эти прогнозы указывают на общее направление развития нашей цивилизации. Однако, все они основаны на исследованиях и тенденциях прогресса, актуальных на данный момент. Какой вывод можно сделать из этого видео? А вывод таков, что ООН выражает крайнюю озабоченность в первую очередь изменениями климата на нашей планете, которые, по их мнению, вызваны деятельностью людей. В связи с этим, как заявлялось, и в предыдущих моих видеороликах я это, собственно говоря, озвучивал таки, в этом видеоролике частично. То есть, нужно сделать что? Нужно уменьшить тотально выбросы углекислого газа в атмосферу, а в идеале практически свести их к нулю, к 2030 году. И это, собственно говоря, первая и самая фундаментальная задача. ООН в противном же случае, но человечество, по их мнению, ждет ни больше, ни меньше настоящий конец света. Есть там много еще других пунктов, которые нужно достичь, по мнению ОООН, и пунктов, которые необходимо выполнить. Пункты по так называемому устойчивому развитию до 2030 года. Опять же, о них я уже также говорил в своих предыдущих видеороликах, некоторых. Опять же, некоторые из этих видеороликов по определенным причинам были удалены с Ютуба. Их вы, если не видели, сможете найти на моем канале в Бастионе. Ссылка на него в описании к этому видео. Обязательно проходите туда и подписывайтесь, чтобы не пропускать крайне важную информацию, которую я по определенным причинам не смогу опубликовать больше нигде, кроме своего канала в Бастионе. Также подписывайтесь на другие мои крайне важные и полезные ресурсы, такие как мои резервные Ютуб-каналы, Телеграм-каналы и так далее и тому подобное. Ссылки тоже все там же, как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. Поддерживайте это видео лайками, делитесь ссылками на него с друзьями, подписывайтесь на этот канал, кто еще не подписан, жмите колокол, пишите комментарии, берегите себя и очень надеюсь до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока!